Привет, друзья! С вами снова Михаил, и сегодня у меня для вас очередной абсурд перьевой ручки. Я вернулся с новогодних каникул. Должен попросить у вас прощения, я очень здорово простужен, поэтому если я буду гнусовить больше обычного, пожалуйста, не обращайте внимания. Дедушка Мороз подарил мне пару очень интересных ручек, вот это одна из них, и я вам хочу показать их обзорчики. Эта ручка называется Аврора Оптима, итальянская компания, основанная в 1919 году, про которую я, к сожалению, знаю очень мало. Эта компания известна тем, что она выпускает собственные перья, да, в отличие от многих других своих конкурентов, ну, например, та же Монтеграппо, Висконти и так далее, они заказывают перья у немцев. Аврора выпускает собственные перья. И говорит, что эти перья очень интересные. У меня есть очень хороший знакомый, коллега по увлечению, его зовут Алексей. Алексей значительно более опытен, чем я, вот в вопросах перьевых ручек, и Алексей однажды в каком-то разговоре сказал, что перья от Авроры это, цитирую, must have. Ну, если Алексей сказал, что must have, значит, надо их have. И вот Дедушка Мороз принес мне вот эту ручечку. Значит, а я вам хочу показать коробку, как просил меня Николай. Коробка выглядит вот так вот, ничего особенно интересного. Картонная упаковочка, внутри находится сама по себе коробка. Коробка покрыта чем-то типа бархата. Написано Аврора. И самое смешное, что коробка сделана из жести. Довольно забавно. Внутри ничего неожиданного. Инструкция по эксплуатации и, собственно, ложе для нашей ручки. Вот коробка довольно крупная, но ничего такого. Вот коробки я терпеть не могу, да, дома соватик уже некуда, да, выкидывать вроде жалко. Значит, и вот наша ручечка. Аврора Optima. Серия выпускается довольно давно. Конкретный возраст этой ручки я вам сказать не могу, но это до 2016 года. В 2016 году эту ручку немножко переделали и сделали чуть-чуть другое вот это колечко. Значит, ручечка. Ручечка не крупная. Всего 12,7 миллиметров в длину, но довольно толстенькая. Порядка 13 миллиметров в барреле. А, как видите, оформлена она совершенно классически. Черная с позолотой ручка. Многим это надоело. Многие считают это таким скучным, устарелым и так далее. А мне нравится. А мне нравится. Классическое оформление. Мне нравится. Корпус ручки выполнен из пластика. Пластик очень неплохой. Пластик очень неплохой. Его, наверное, можно сравнить с пластиками от Монблана. Типа их Precious Resin. На ощупь хороший. Довольно качественный. Значит, давайте смотреть. Плоская верхушка, на которой нету ничего. Вот такой вот довольно забавный изогнутый клип с капелькой на конце. Широкое центральное колечко, на котором есть греческий узорчик. Меандр. Надпись Аврора. И на обратной стороне написано Италии. Баррель, сходящийся к кончику. Золотое колечко и рукоятка. Это ручка с настоящей поршневой системой заправки. То есть, вы крутите вот эту штуку, внутри ходит поршень и засасывает чернила. Значит, на корпусе есть гравировка. Гравировка. И вот гравировочка мне это, честно говоря, не сильно нравится. В центре написано Аврора Италии. Тут написано Фабрика Итальяна. И что-то еще, честно говоря, прочитать не смог. Да, вот гравировочку я, честно говоря, не люблю. Потому что издали... Ну, вот есть такое ощущение, что у вас просто царапины какие-то на ручке. Да, на самом деле это гравировка. Честно, не очень нравится. Значит, стоит сказать, что ручка сделана довольно качественно. Она ощущается в руке такой серьезной штукой. Стоили эти ручки довольно дорого. До 2016 года эти ручки стоили порядка 700 долларов. А в 2016 году вышла вот их новая модификация. Да, и ручки подешевели там до 400 или 500 долларов. Вот, недешевые, недешевые ручки. Значит, колпачок на резьбе. Чтобы его открутить требуется полтора оборота. И здесь мы с вами видим... Здесь мы с вами видим очень длинную пластиковую секцию. Сходящуюся к кончику. Здесь вот такие губки. Резьба. Резьба очень неплохая. Она пальцами... Ну, ощущается, что она есть. Но такая совсем-совсем не острая. И вот самое главное в этой ручке. Это окошко для контроля уровня чернил. К сожалению, наверное, сейчас вам не сильно видно. Вообще, это окошко абсолютно прозрачное. Оно сделано как будто бы из стекла. Вот. И все понятно, сколько у вас там внутри чернил. Также у этой ручки довольно интересная система поршня. Нет, в поршне есть такое хитрое углубление. В общем, когда у вас закончились чернила в этой ручке, вы можете покрутить поршень до самого упора. И ручка найдет еще у себя небольшой резерв, в виде копельки чернила. Вам их хватит еще на одну страницу. Довольно удобно это сделано. Да, поршневая система хорошая. Поршень ходит очень гладенько-мягенько. Все очень приятно. Значит, вокруг вот окошко для контроля уровня чернил. Два таких золотых колечка. В общем, ручечка выглядит красиво. Красиво. Секция комфортная. В руке ручка лежит неплохо. Но вот чуть-чуть она все-таки коротковата. Да, вот было бы еще полсантиметра в длину. Была бы отличная ручка. Так вот все-таки мне чуть-чуть маловато. Колпачок на обратную сторону я взевать не люблю. Вы это знаете. Значит, и здесь мы с вами видим вот то самое перышко от Авроры, которое Аврора выпускает у себя на заводе. Я вам сейчас попробую показать его фотографию. Вот, как видите, такое золотое перо. На нем написано 14 карат. Аврора, Италия. Вот. И, собственно, на обратной стороне мы с вами видим черный ибонитовый фидер. И на нем, я не знаю, видно вам или не видно, вот есть такая маленькая буковка М. То есть, это перышко медием. А ручечка, как я уже говорил, ощущается такой вот серьезной. Да, забыл вам сказать. Вес. Вес хороший. Ручка вместе с колпачком весит примерно 27 грамм. Соответственно, сама ручка без всего весит грамм, наверное, около 17. Хороший вес. Достаточно. Достаточно. И давайте попробуем что-нибудь пописать этим перышком. Значит, я по своей новой традиции писать не буду. Буду рисовать такие абстрактные закорючки, потому что мне надоело, что все обсуждают мой почерк. Честно говоря, мне это не сильно нравится. Итак. 14-каратное перышко. Мидием. Чернила. Монглан. Айриш грин. Значит, и что вам хочется сказать. Первое. Первое. Перышко пишет довольно тонко. Да. Для медиема это очень тонко. Перышко пишет, ну не знаю, тоньше, чем Файн от Монте Граппе, например. Вот это первое. Вот перышко довольно твердое, но не то ощущение, что вот оно такое совсем не пружинистое. Нет, оно довольно пружинистое. Значит, в интернете я видел обсуждение перьев Авроры. И очень многие пишут, что у этих перьев очень сильная обратная связь, что они царапучие, зубастые и так далее. Да, друзья, да, вынуждены согласиться. У этого пера есть обратная связь. Давайте я помолчу, вы послушайте. Слышите, да? Есть обратная связь. Но нельзя это назвать царапанием. Это очень такая приятная обратная связь. Вот я не знаю, как у Аврора этого добилась, но мне вот это нравится. При том условии, что я обычно люблю вот совсем-совсем гладенькие-гладенькие мягкие-мягкие перья, которые вот скользят как по маслу. Это перышко, хоть оно и зубастое, но у него очень приятная обратная связь. Вот, у пера очень хорошая подача, ближе к обильной. И это перышко абсолютно беспроблемное. Оно у меня писало в любых условиях, по чему угодно. Никаких вопросов, никаких пересыханий-засыханий, никаких бейби-ботомов, ничего. Вот таким образом это перышко мне очень понравилось. И вообще, вся ручка мне очень нравится. Сделана качественно, в руке лежит неплохо, внешний вид нравится, перышко очень неплохое. То есть, очень хорошая ручечка. Вот была бы на полсантиметра длине, была бы просто идеальная ручка, на мой взгляд. Так, ну, чуть-чуть коротковато. Ну, в общем и целом, Алексей был абсолютно прав. Пере от Авроры это то, что стоит попробовать. Это действительно очень интересно, друзья. Вот такой обзорчик. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.